Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! В этом видео я приготовлю белую пекинскую утку очень легким и быстрым способом, но она будет такая же вкусная, как будто бы на праздник. Она получается с обалденной, с ароматной золотистой корочкой. Если вам хочется узнать, как легко и быстро приготовить такую утку, смотрите дальше. Для того, чтобы все кусочки мяса в утке были красивыми и вкусными, и никто не обижался, я уточку порезал на красивые кусочки, а те части, в которых было очень мало мяса, это ребрышки, хвостики от ножек, я их отправил на бульончик. Вот такие красивые у меня кусочки со шкуркой, и я их просто выкладываю в емкость, в которой они будут готовиться. Это будет простой рецепт. Уточка будет запекаться, запекание нам освободит много свободного времени, но в то же время уточка отдаст весь свой вкус, жирок ее хорошенечко вытопится, а шкурка подзолотится. Вот почти весь рецепт. Сейчас я утку не солью, а сразу ставлю в духовку, которая разогрета до температуры 140-150 градусов на один часик. При этой температуре сама уточка начнет прогреваться, и ее мышцы начнут расслабляться. Чтобы уточка не пересохла, пока она будет греться, я накрываю ее сверху фольгой. Утка грелась в духовке уже целый час. Сейчас ее достал, и начну готовить ароматную смесь. Я буду использовать черный перчик, немного зерен фенхеля, или семян, и совсем чуть-чуть утс хасунели. А также, конечно, очень ароматные, вот такие вот, это ягодки можжевельника. Я беру где-то чайную ложку можжевельника. Пол чайной ложечки фенхеля. Чайную ложку черного перчика. И пол чайной ложки утс хасунели. Все это я разотру в ступке. Теперь, пока уточка еще не остыла, я приготовлю ароматное коренье. У меня есть две луковички и морковка. Это все я буду резать крупными полукольцами. Вернее, лучок вот такими крупными полукольцами. Класс! Пахнет настоящей уткой, очень вкусно. Жирок потихонечку вытавливается, и немножко сачка. Теперь я беру, солю уточку. И посыпаю ее смесью ароматных пряностей. На дно я выкладываю лучок и морковку. А сверху на них кусочки утки. Сейчас я ставлю температуру в духовке 180 градусов, и минут еще 20-30 она будет под фольгой стоять при такой температуре. А потом я фольгу сниму и сделаю очень красивую гладистую корочку на уточке. Прошло 45 минут. Красиво переворачиваю все вверх шкурочкой, чтобы сейчас при высокой температуре эта шкурка начала подсыхать и золотиться. А теперь, чтобы красивая корочка получилась, я еще вот так поливаю сверху все вот этим бульончиком и жирком, чтобы шкурка была мокрая, тогда, когда она попадет в духовку на высокую температуру. И как раз я очень вовремя вспомнил, и обязательно я добавляю сюда чесночок. Я вот так уже ставлю без фольги уточку в духовку на температуру 210 градусов. Это максимальная температура в моей духовке. Каждые 3-4 минутки я буду поливать ее вот этим жирком, чтобы она красиво подзолотилась. Утка уже готова. Она готовилась очень просто и быстро. Вы это сами все видели, и теперь попробуйте. Друзья, пишите в комментариях, как получилась утка у вас. Ставьте вот такие огромные красивые лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место.